Всем привет! Сегодня хочу поделиться своим методом подготовки к экзаменам. Я это покажу на своем собственном примере, как я это делаю, как я сейчас, в данный конкретный момент, готовлюсь к сдаче госэкзамена. Я уже практически это сделала. К моменту выхода этого ролика я уже, к счастью, сдам и буду счастливым человеком свободным. Но я хочу вам показать, как я это делала, как я проходила этот путь, что я использовала, потому что я старалась в этот раз набраться всех своих знаний и использовать их по максимуму. Перед началом я хочу сказать, что мой метод базируется на четырех принципах. И первый из них это припоминание. Я о нем уже много раз говорила, упоминала, но его смысл состоит в том, чтобы не пассивно перечитывать постоянно одну и ту же информацию, то есть просто ее просматривать, а именно сначала и вытаскивать из своей памяти, стараться, а потом только себя проверять. И второй как раз таки принцип это интервальность, то есть постоянно увеличивающиеся интервалы, промежутки в работе, то есть я не делаю все залгом. Это первое, что, конечно же, нужно. Плюс к тому, что те карточки, которые я уже хорошо знаю, я не повторяю каждый день и в течение дня я повторяю всего один раз, потому что если вы повторяете второй раз, у вас информация берется из краткосрочной памяти, она не поступает в долгосрочную, и тогда очень много информации и подробностей теряется. Третий принцип осмысления и осознанность, то есть на каждом этапе, то есть составление конспекта, поиск информации, заполнение карточки, я стараюсь быть осмысленной, то есть я стараюсь быть сконцентрированной, то есть не писать конспекты, думать о чем-то другом, а конкретно думать каждый момент о том, как хорошо, какая нужна информация, что хорошо, что плохо, что нужно внести. Когда составляю карточки, тоже обрабатываю всю информацию конспекта, то есть это постоянный, сложный, мыслительный процесс, плюс вся информация взаимосвязана, то есть я стараюсь сразу устанавливать какие-то связи общие. И четвертый принцип – это проговаривание вслух. Когда вы повторяете ли карточки, или конспекты, все, что у вас в моменте припоминания, не делайте это про себя, потому что вы будете… Ну вот, да, я помню. Надо обязательно проговаривать, потому что когда вы начнете проговаривать, вы поймете, что вот это вы не помните, вот это вы не помните, как правильно произносится, еще что-то, то есть вылезет очень много косяков, когда вы начнете проговаривать вслух какую-то информацию, которую вы выучили. С принципами все, перейдем же к практике. Итак, добро пожаловать за мой стол, и вот это мне понадобилось для того, чтобы подготовиться к экзаменам. И начала я с того, что просто переписала все вопросы на бумагу, на листы, потому что мне так удобнее в плане того, что я сразу все вижу, здесь можно делать больше пометок, чем в электронном виде. Когда я переписала, я начала разделять вопросы по тематикам, то есть нам нужно, чтобы наш мозг не воспринимал это просто как какой-то бесконечный список вопросов, чтобы это хоть как-то группировалось. Вы это можете сделать по темам, по предметам, как вам угодно, главное, чтобы это хоть как-то разделялось. То есть нужно большой кусок информации разделить на маленькие и как-то это пометить. Поэтому цвета – это одно из самых хороших пометок, потому что наш мозг очень любит работать с изображениями. И потом каждый вопрос вы помечаете нужным цветом. Когда у вас готов этот список, вы берете свои карточки, если они у вас есть, вы их изготавливаете, вы берете свои карточки, ну как, я взяла свои карточки, и начала их заполнять и вопросами, и видите, здесь цветовой код, который соответствует определенному вопросу. То есть вот у меня карточка номер один, вот вопрос номер один, и вот ее цветовой код, и вот цветовой код. Итак, теперь у нас есть список, у нас есть карточки, и мы можем, в принципе, приступать к заполнению конспекта, карточек, а потом я вам объясню, как принципы, те, которыми я пользуюсь, выполняются вживую, в общем, как все это происходит. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, теперь немножко поподробнее. Процесс происходил, как вы только что увидели. То есть, если у вас есть конспект, то, конечно, этот момент можно пропускать. Я делаю просто по каждому билету не очень большой конспект, то есть это все равно такая выдержка из большого объема информации, то есть дальше происходит. Я вот заполнила конспект на свои пять карточек, я их разобрала. На следующий день. Я заполняю карточки, кстати, на следующий день, потому что это один из принципов припоминания. То есть, далее мы работаем с карточками. То есть, когда я заполнила их, заполнила одну или две, в общем, они попадают вот в это хранилище. В первом отделении у меня хранятся те карточки, которые у меня сейчас находятся в работе, то есть те, которые разбираю сегодня. Далее, в этом отделении у меня находятся карточки, которые ждут своего заполнения. То есть, это вчерашние, скорее всего, карточки, которые я должна заполнить сегодня и припомнить все, что я о них писала вчера. Далее, в этом отделении находятся карточки, которые я заполняла на этой неделе, на текущей неделе. То есть это такие свежие карточки, которые еще разложены по цвету, по тематике, а за ними уже находится основное количество карточек, которые, повторяю, уже не так часто, как вот эти. Когда карточка берется в руки, я не сразу просто беру и читаю все, что там написано. Я сначала закрываю себе основной текст карточки, читаю вопросы, стараюсь вспомнить все, что я могу вспомнить об этой карточке. То есть припомнить всю информацию, которая там есть или, возможно, есть. То есть все, просто даже какие-то обрывки информации, которые у меня есть, я все обязательно-обязательно вспоминаю. И только тогда я открываю карточку и вспоминаю, ну и читаю, проверяю себя, дополняю себя. Можно было бы, конечно, вопросы писать наоборот, чтобы не заморачиваться с этим закрыванием. Но из-за того, что многие вопросы очень обширные, то мне приходится использовать обе стороны карточки. И тогда я просто предыдущей карточкой закрываю это место. Эти же карточки, которые у меня уже там не одну неделю лежат, которые уже накопились, я повторяю не каждый день. То есть они уже более-менее запомнились. Я их повторяю через промежуток. То есть там через 2-3 дня я стараюсь повторять эти карточки. Также за счет того, что карточек очень много, повторить их за один раз очень сложно, это очень энергозатратно. То обязательно делите их на какие-то блоки и в течение дня, и в течение повторения. То есть я беру обычно какую-то небольшую стопку, повторяю вот, к примеру, сегодня. Завтра я повторю другую стопку. Послезавтра третью. А когда заново вернусь к первой, то получается раз в 3 дня я их и буду повторять. Итак, вроде бы с карточкой мы разобрались, и чтобы окончательно закрепить принцип запоминания и припоминания, я делаю еще и тестирование. Вопросы. По 2 вопроса из одной карточки. Карточки в произвольном порядке. Просто я беру карточку, кладу ее перед собой, пишу 2 вопроса. Я стараюсь выписывать в вопросы, в тесты именно те моменты из карточек, которые я очень плохо запоминаю. То есть какие-то определения или какие-то моменты я постоянно про них забываю, когда занимаюсь самопроверкой и повтором каждый день. И именно эти моменты я стараюсь выносить в тестирование. И самый важный момент, что здесь еще обязательно нужно тоже использовать интервальность. Когда я его составляю, через 1-2 дня я только его прохожу, чтобы немножко подзабыть, чтобы не делать как бы такую бесполезную работу. То есть вы его составили, тут же вы его прошли и проверили. То есть никакой после, в принципе, от этого не будет. А здесь, когда вы проделаете все эти манипуляции, вы точно все запомните. Ну вот у вас просто не будет шансов, потому что вы создадите себе все возможные условия для того, чтобы использовать максимально продуктивно вашу память и ваши запоминания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!